всем доброе доброе утро и добрый вечер скорее всего добрый вечер мы на прогулке за последние два дня вышли первый раз потому что у нас холодно и дождь кто-то там мне сказал хватит о погоде давай о результатах своих понятно о каких результатах результаты будут на следующей неделе кого это беспокоит но и не вне зависимости от них пока жизнь продолжается из последних новостей вот рассудите кто прав то нет мы купили коляску вот эта коляска обычная коляска ничего такого она она комфортно складывается это было одно из условий думаю если будем не сдаться на химию или на лечение в киев да с ребенком не с ребенком чтобы коляска легко складывалась и да и второй аспект для меня был это чтобы вот эта ручка сейчас я покажу видите вот так то есть блок можно и так и так делать ну понятно что хорошая новая коляска стоит дорого и продают приличные бэушные коляски но это надо везде ездить желательно на машине желательно с ребенком да чтобы ребенок сел покатать и так далее в чем суть купили мы коляску у соседей по дому никто нам и в ее не навязывал никто то есть мы сами пришли нам дали ее посмотреть мы вроде бы посмотрели посадили аню из минусов она мне показалось маловато но я так обрадовалась вот этой ручки которая туда и обратно ну и цена сами понимаете 500 гривен вроде бы мы ее покатали но покатали как вот так вы знаете потому что мы делали это все на лестничной площадке в чем итог на следующее утро я вышла с этой коляской получается вот так в таком положении коляска едет ну нормально не сравнить с нашей секслендер очень сильный звук колес ну нормально едет хорошо едет и в принципе она удобна но если ты делаешь реверсный блок то есть я ручку перекладываю и везу лицом к себе коляска не едет вообще или едет и ее заносит влево я об этом сразу написала в веб потому что мы буквально в 10 часов вечера ее купили в 9 и рано утром на следующий день я вышла с ней Виктор Владимирович мне сказал так ну что теперь на лохах и свет держится говорю как есть то есть что возвращать ее не надо нам дала была была предоставлена возможность покатать мы ее уже купили ну и разбираться за 500 гривен он не пойдет мое мнение немного иное что ну человек изначально знал что продавал плюс это неплохие знакомые ну хотя бы об этом факте ему сообщить а там его совесть у него тоже маленький ребенок я понимаю что эти 500 гривен и могли быть уже спущены но сам факт в итоге мы поступили как считает вв никуда мы не пошли коляску оставили за 500 гривен и вообще сейчас знаете такое такая мысль пусть заберут всеми деньгами и все но но вот осадочек остался еще мы потеряли нашу шапку это первая шапка сейчас я еще дотеряю от нее комплект это первая шапка которая малой прям вот так идеально идет она такого персикового цвета мы ее тоже посеяли ну вот знаете не прет так не прет если домой аня не хотела в коляске сидеть ну и я дала объявление в чате дома и шапку кто-то нашел и верну так что и хорошее и плохое на нервной почве скорее всего у меня желудок колбасить прям так хорошо ну и сейчас мы едем да едем на почту здрасте заберем был комбинезон потому что все комбинезоны оказались на нас маленькими покупать сейчас новый нельзя посмотрите ли нашу знакомую педиатра до ванечка спит поэтому поэтому но сегодня погодка отменная вообще отмена и кстати о людях вот мне написал педиатры сум хотя мы не наблюдаемся у нее евгения владимировна просто узнать как ребенок вот все должны знаете как говорится работать по наитию вот человек на своем месте абсолютно я еще неоднократно говорю кому нужен педиатр евгения павловна павлова евгения владимировна отмена есть чем сравнить поверьте вот вообще здесь мы были педиатры один раз за три месяца нам этого хватило ну посмотрим посмотрим вот как то так но и в конце это покажу комбинезон купила бы еще раз говорю потому что скорее всего на один сезон сильно большой не купишь купили за 350 гривен по моему на рынке 22 500 ну и водолазочку купили потому что мы облазили все водолазка 300 400 гривен и с пятном продают водолазку с пятном и просит 300 гривен это нонсенс вот кстати подтверждение что несмотря на войну строят кран он работает кстати пока жду папу да сейчас я активно читаю разные истории по лимфомам кто как ушел в ремиссию понятное дело так вот это о том чем аукнется война чем не аукнется у многих людей которые с 2017 с 2016 18 ушли в ремиссию концу 22 начало 23 случился рецидив вот это говорит о многом да о том что на нервной почве когда не понятно что жизнью как жизнью у люди теряют свой шанс на жизнь вот как-то вот так продолжение темы вы видите да я такое пятно какое-то с прокушенным телефоном да ляля в коляске едет когда мы покупали телефон нам специалист предложил дополнительную страховку от магазина я никогда на это не велась но сейчас почему-то по каким-то причинам согласилась там вроде бы какие-то копейки мы доплачивали и он тогда сказал что неважно по какой вине что случится с телефоном магазин ремонтирует самостоятельно вот сейчас у меня прокушенная камера попробую обратиться в алло и посмотрим реально ли помогут или нет совершу я видео лайф как лайф жизнь называется до жизни по-настоящему какая я из дома да они у нас занята делом вниманием памперсов до вниманием памперсов самое любимое занятие и похвастаюсь обновочками на олx и было написано что это бы у водолазка пришла запакованная в новой обвертке я думаю скорее всего кому-то подарили она не подошла 70 гривен на рынке просили 300 350 и вот здесь было пятнышко вариантов было немного да и вот такой комбинезон был такой расцветочки не знаю но на нас великоват наверно не велик не наверное великоват но ничего тоже цена такая как мне объяснили за счет того что не знаю видно вам вот здесь внизу чуть-чуть вот вот есть такие развод опять может кто-то обсудить что я сейчас что-то покупаю но я покупаю не себе покупаю ребенку потому что это все равно надо у ребенка этого нет но и плюс так Аня Аня ну и плюс голову надо отвлекать иначе можно сойти с ума да 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 говори пока пока говори пока 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 говори пока 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 все мы попрощались да мы попрощались Мы попрощались